Хамас потерял контроль над сектором газа, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Вот точная цитата. «Нет ни одной силы Хамас, способной остановить Сахал. Сахал продвигается к каждой точке. Организация Хамас потеряла контроль над газой. Террористы бегут на юг, гражданские лица грабят базы Хамас. У них нет доверия к правительству», — заявил министр обороны. В то же время в сети появилось фото израильских военных в здании законодательного совета Хамас. Вот, собственно, такое фото, которое является неким доказательством, таким вот наглядным, что действительно Хамас потерял власть. Это значит все? Фактически Хамас разбит или это еще не конец? Поговорим об этом с военным экспертом. У нас на связи Сергей Мигдаль. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот главный вопрос по теме я уже задала. А значит ли это, что все, Хамас разбит? Ну, остается только процитировать Черчилля. Нет, это еще не конец. Это даже еще не начало конца. Но это конец начала операции по уничтожению и полному разгрому Хамаса. Извините за цитату, но великий людей цитировать легко и приятно. Пожалуйста, опишите тогда ту ситуацию с военной точки зрения, которая сейчас в секторе газа. Ситуация с военной точки зрения такая. Я постараюсь описать ее объективно, поскольку при всем уважении к нему, конечно, и бывший генерал Йоак Галланд, он все-таки в данном случае министр обороны, и в первую очередь политик. А заявления, конечно, политиков, даже во время войны, и особенно во время войны, все равно имеют, мягко выражаясь, определенное отдаление от объективной реальности. Что происходит на практике, это да, что, конечно, Хамас, его правительство, и когда мы ввели Хамас, и очень важно понимать, что еще раз люди по ошибке называют Хамас террористической организацией. Они уже давно не террористическая организация. Хамас – это практически ислам-фашистское квази-государство, контролирующее территорию, имеющее свои структуры, министерства, вооруженные силы, и даже, как вы знаете, иностранное, министерство иностранных дел и международные отношения. И тогда мы увидели министерство иностранных дел Хамаса Абу-Марзука, полыбающегося вместе с гражданином Лавровым в Москве. Тем не менее, уже можно точно сказать, что северная половина сектора ГАЗ, например, полу-50%, там уже власть Хамаса практически кончилась. От Хамаса там, в основном, отдались отдельные боевые группы, которые действуют либо в развалинах домов, либо в основном в тоннелях и бункерах, где их Израиль, естественно, откуда выкуривает, уничтожает, на юге сектора ГАЗа, где Израиль тоже наносит удары, и где тоже потихоньку эта территория сужается. Определенный контроль Хамаса все-таки, насколько я вижу, сохраняется. И по-прежнему они иногда стреляют ракетами, гораздо реже, чем раньше. То есть, скажем так, обстрелы Израиля снизились по своей интенсивности и частоте на 80% за последние две недели. Это результат того, что Израиль захватил большую часть территории и просто физически предотвращает эти запуски, раскрыв так называемые площадки запуска ракет, найдя многие эти ракеты на пусковых остановок, готовые к запуску. Поэтому объективно просто у них меньше возможностей по запуску ракет. Тем не менее, Хамас будет окончательно разбит и полностью потеряет контроль. Тогда Израиль займет и южную часть сектора ГАЗа, уничтожит его руководителей. А какие-то мелкие отдельные банды его и группы боевые. Это уже будет потом зачистка, которая будет продолжаться еще некоторое время. Надеваться им особенно некуда. В крайнем случае, их просто замуруют в их тоннелях. И тогда они уже оттуда никогда не будут. Да, ну просто вот, знаете, мы, наверное, по войне в Украине привыкли, что когда есть фотография, где определенные войска занимают, например, здание правительства, да, то все, это значит пункт, вот он занят. То есть эта фотография с израильскими военными, она ничего такого не значит. Это вы сказали, я напомню, что это еще не конец. Да, конечно, это фотография, это местная инициатива, как я понимаю, борьцов бригады Голландии пехотной, которые так красиво сфотографировались в Главном законодательном совете. Как это, исламская фура, она называется, Хамаса. Вообще, это не только, это все лишь одно здание, это целый комплекс, он весь захвачен израильской армией. Это правительственный комплекс Газы, да, это ведь столица, как бы, сектор, называется Газа-Сити, его иногда называют. Да, да. Есть, да, израильские солдаты, есть, по-вечте, в интернете, которые сфотографировались в кабинете губернатора Газы, да, и других правительственных всех центров. Все это уже практически захвачено, да, кроме вот бункера, где находится военное командование, оно находится под больницей Альшифа, и пока Израиль эту больницу окружил, да, она находится в осаде, и мы решаем, как бы, что и как дальше будем делать, поскольку, как бы, это изолировано, уже оперативной опасности это место для нас не представляет. Это уже, как бы, там работа для специалистов, спецназовцев и переговорщиков. Тем не менее, в общем, Газа, это же все-таки не Берлин, да, нету такого здания, как Рейхстаг, то есть, когда говорится о какой-то картинке победы, некоторые считают, что это будет, например, повешенный за ноги на ковше экскаватора Икси Сенвар, известный психопат и убийца, лидер военного крыла Хамаса, который, собственно, и был автором всего этого нападения на Израиль 7 октября, причем, как я понимаю, даже не поставив известность об этом, лидеров политического крыла, чем все больше и больше сейчас пишут известные издания, в том числе и Вашингтон-Пост. Естественно, но хрен с ними, с картинками. Для нас, конечно, главное, чтобы прекратились обстрелы юга Израиля от Дель-Авива, чтобы жители кибуцев и городков вокруг сектора Газа могли спокойно вернуться с собой, домой заняться своими коровами, садами, бизнесом, отдыхом и так далее. И это будет красавище. Картинка победы, да, дети, которые гуляют в детском саду, и старики и старушки на своих вот этих скутерах, маленьких мобильных автомобильчиках ездят по дорожкам кибуца, как это было раньше. Это то, что нужно. Да, Сергей, последний уточняющий вопрос. В развитии этого конфликта был какой-то момент, где все ждали, вступит ли в него, например, Хизбалла или другие какие-то организации и страны, которые могли поддержать Хамас. Сейчас этот момент миновал, уже понятно, что никто не будет военно, по крайней мере, вступать на сторону Хамаса. Я не думаю, что он миновал. Израиль, поэтому, находится на всех фронтах в очень повышенной боевой готовности. Вы знаете, что у нас самая большая мобилизация военнослужащих, резервистов в истории страны, хотя она не максимальная. Если надо, у нас миллион человек готовы встать, просто многих, в том числе многих моих сякомов, и лично меня отказывается брать. Сперед слишком старый. Одни проблемы от вас, всякие лекарства выдавать. Воняла вас, Сергей. И прочее. Да, я просто хочу сказать, что еще раз, скорее всего, вы правы, они все отметились. Обратите, Хизбалах, Усита из Йемена, проиранские милиции из Сирии, немножко там постреляли ракетами, без особого результата получили кое-то из них по голове. И, скорее всего, так и останется. Но мы, тем не менее, не знаем. Скорее всего, тем не менее, то, что сделали наши американские союзники, массивная переброска сил на Ближний Восток, в том числе к берегам Ирана, Ливана и Йемена, очевидно, должна быть достаточно, чтобы сдержать это и не дать это вам перерасти в региональную войну, чего никто не хочет. И у нас тоже. Сергей, спасибо вам большое. Мне кажется, исчерпывающе понятно, что происходит сейчас в секторе газа, благодаря вам на данный момент. Все понятно, надеюсь, нашим зрителям тоже. Ну и будем продолжать за этим следить. Сергей Мигдаль, военный эксперт, был в эфире программы «Воздух». Спасибо вам. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Так вы не только благодарите команду «Ходорковский лайв», которая для вас работает, но и помогаете Ютубу понять, что видео важно и нужно, и нужно его распространять. И обязательно подпишитесь, если вдруг почему-то этого не сделали. Так мы станем ближе. Субтитры создавал DimaTorzok